Продолжим грамматический разбор суры Аз-Зальзаля землетрясения. Мы дошли до 6 айта. В тот день люди выйдут толпами, чтобы им были показаны их деяния, то есть воздаяние их деяния. Явма-Идзин. Ираб этого словосочетания мы уже провели. Собака Ираба. И все же повторим его кратко здесь. Итак, явма это у нас Зарфу заманен. Обстоятельство времени. Мутаалюхаби ясдур. Состоит в смысловой связке с глаголом ясдур. Мансубан. Поставлен в состояние нас в винительном падеже. У Аламата нас есть признак падежа нас в этом имени. Альфатхатаззахирату аля Ахри. Явна и Фатха на его конце. Возможно также, что это слово было, являясь приложением. Заменительным приложением, то есть падаль, заменой предыдущего слова Явма. Ва Явма-Идзин. Дальше. Ва Явма это у нас Мудав. Являясь первой частью зафетного сочетания. Ва Идзин это у нас Исман мабниоалас сукуни. Имя с неизменяемым кончайным сукуном на конце. Ва Идзин это у нас в махалле Джанбель Мудаве на месте падежа родительного падежа посредством Мудава. Мудаван Илейх льяма является второй частью зафетного сочетания для слова Явм. Ва Идз в свою очередь является Мудаван. Первый член зафетного сочетания. Которые были не точно предложены, а скрытыми предложениями, которые были замещены Тануином. То есть Тануин-Ал-Ивот, Тануином возмещения. Фи махалле Джанбель Мудаве на месте падежа родительного падежа посредством Мудава. Аль-Лидзи Хва Идз, коим является Идз. Ясно ли это фаулен Мудаван. Глагол настоящего будущего времени. Морфуан. Поставлен состояние Рафа в изъявительное наклонение. Ли Таджар Рудихимин Насиба Валь-Джазм. Так как он свободен от Амэну, от факторов Насба и Джазма. Вааламут Рафа и признак состояния Рафа в этом глаголе. Аддамут Захирату аля Ахри. Явные даммы на его конце. Аннас это фаулен Фиали. Фааль действующее лицо данного глагола. Морфуан поставлено им в состояние Рафа в именительном падеже. Ваалфиулен Мааа Фаали. Глагол Яснору со своим фаалем Аннас. Все это жумлятун Фиалитен. Глагольное предложение. Истинна Фитун. Возобновляемое новое предложение. Ла махалле лахаминал Ираби не имеет места в падеже. Аштатан это халь. Это обстоятельство образа действия. Имя обозначающее здесь состояние фааля. Деятеля во время совершения действия. То есть действующего лица. Во время совершения им действия. То есть кейфа яснорун. Как они выйдут. Яснорун Аштатан. Айяхруджур мутафар рикина. Они выйдут толпами. То есть разрозненными. Это у нас халь. Это халь. Обстоятельство образа действия. От слова аннас. Мансубан поставлен. Состояние нас в винительном падеже. У Алламута у нас при признак падежа нас в винительном падеже. В этом имени. Альфатату Захирату Аля Ахири. Явный Фатх на его конце. Ли Ро. Алламута это ламу кай. Предлог родительного падежа. Лам здесь в значении харфа кай. То есть ламутаалил. То есть в значении для того, чтобы. Ради того, чтобы или же с целью. То есть для разъяснения причины этого действия. То есть для чего они выйдут. Ли Маза Яхруджун. Яхруджун. Ли Ро Амалум. Они выйдут, чтобы им было показано воздаяние и их деяние. Значит. Алламу максу. Мабни Аляль Касри. С неизменяемым окончанием. С Касрой на конце. Иеро это фаулин мударин. Глугол настоящее будущее во времени. Мабни Аляль Мачури. Поставлен в страдательный залог. Мансубан Бян. Мансубан Бян. Мудмаратан Джавазан Баад Аллами. Поставлен в состояние посредством скрытой, подразумеваемой в допустимой форме после предлога лама частицы Н. В основе у нас это выглядит вот так. Ли Ай Й Ро. Вместо Ли Ро. То есть Ли Адж Ли Ай Й Ро. Так мы знаем, что лама это харфу Джан. Предлог родительного падежа. Ва Ху Ла Этху Ла Илла Аля Лисми. Как известно, он добавляет только к имени. Ва Юра Лей Сафи'лан. Ва Юра Лей Сасман. Юра это не имя. Не является именем. Ва Ль Ху Фи'лан. А наоборот это глагол. Ва Кейфа Дахаля Харфу Джаря Аля Ль Фи'лли. Так как же здесь формальный предлог падежа. Джарь присоединили или добавили к глаголу. Ва Ани Л Муقدра Турхуна Байна Лам У Аль Фи'лли. Хуа Харфу Мастрин. Частица Н. Которая здесь скрыто подразумевается между Харфом Лам и глаголом Юра. Это Харф. Это частица, которая превращает глагол в Мастр. То есть в имя действия. От глагольное имя. То есть получается. АН. Валь Фи'лли Лидзи Ба'дху Юауэль Бил Мастр. Частица АН. И проходящая вслед за ней глагол рассматриваюсь как мастр. Как имя действия. Как одно целое. В нашем случае это Ли-Ро. Это получается Ли-Ай-Ро. То есть Ли-Ра-Атихим. После получения мастр от глагола срадателем залога И-Ро. Дословно получается для показа им. Ради показа им. Уллаху Аль. Значит И-Ро это Фи'лл Мударин. Глагол настоящего будущего времени. Би-Ан Мудмаратан. Мансубан Би-Ан Мудмаратан. Поставлен в состояние наспа скрытая подразумеваемая частица Н. У Алям это наспа и признак наспа в этом глаголе. Хадфу н-нуни удаление н-нуна. Ниябатан а-нил-фатхати в качестве замены огласовки фатха. Ляэннаху мина л-афаали л-хамсати или мина л-амсилати л-хамсати. Так как этот глагол из тех пяти форм глагола, у которых на конце имеется н-нун. Который здесь и удален как признак наспа. Вау-л-джам'и местомение множественного числа мужского рода. Вау это Дамир-нуттасан слитное местомение. Мабню а-ля сукуни с неизменяемым кончайным сукуром на конце. Фи махалли рафа на месте паджа рафа именительного паджа. Найбал фаали л-фаали. Является именем замещающим фаал. То есть это имя, которое замещает действующее лицо этого глагола. Вал алифу фаалихуттан. Алиф после местомения вау это различительный алиф. То есть делающий различие между этим вауом, являющимся местомением множественного числа мужского рода. И другими видами вау. Остановимся на это, но прежде скажем, что ВАНИЛ МУКАДРУТУ МААМА ДАХЛЯТ АЛЕЙХИ Частица «Ан» вместе с тем, к чему она добавлена, все вместе взятое, или же, скажем, частица «Ан» вместе со всем тем, к чему она присоединена, то есть «Ан МААЛФАЛИ» Все это «Ан» и глагол «ЮРО». Все вместе взятое «ФИТАУИЛИЛ МАСТРИ» рассматривается как «мастер», как от глагольное имя, как имя действия. То есть «ФИТАУИЛИЛ МУФРД» рассматривается, как и понимается, как одно целое, как одно имя. «ФИМХАЛЛИ ДжАРИН БИЛЛЛАМИ» будет на месте поджажер посредством ламан, как мы и сказали «ЛИРО» вместе с «Ан ЛИАЙРО», то есть «ЛИЛИ ИРААТИ», а если точнее «ЛИАДЖЛИЛИ ИРААТИ», ради показа им. «ВАЛЬДЖАРУ ВАЛЬМАДЖРУР ХАРФУ ДжАЛЛАМ» и находящаясь посредством него на месте поджажер извлекаемое, получаемое, или, скажем, понимаемое имя действия, то есть «МАСТР ИРААТН», все это «МУТААЛЛИКАН БИЛЛФАЛИ» состоит в смысловой связке с глаголом «ЯСТРУ» по одному изменению «ВАЛЛЛАХУ АЛЛИМ».